Анимация Меня зовут Алексей Ницца и сегодня я расскажу о том, как самостоятельно создать анимацию с помощью онлайн-сервиса Animatron. Существует множество проектов, с помощью которых можно сделать анимацию различной сложности, начиная от движущихся объектов и заканчивая полноценными мультипликационными фильмами. Одним из таких проектов является Animatron, который был создан молодой командой в Бостоне и практически все участники проекта являются нашими соотечественниками, что приятно вдвойне. Animatron отличается простым и понятным интерфейсом, а использование HTML5 делает возможным встраивать свою анимацию на сайт и в мобильные приложения, при этом работает все действительно очень быстро. При этом не нужно знать языки программирования, что делает возможность использовать сервис широкому кругу пользователей. Animatron позволяет бесплатно создавать до 20 проектов, которые будут доступны другим пользователям. Для получения более широких возможностей можно воспользоваться платными планами, это всего 60 и 200 долларов в год. Для начала работы необходимо зарегистрироваться. Я это уже сделаю, поэтому войду под своим логином. Переходя в раздел Explorer, можно посмотреть, что создают другие пользователи, при желании этим можно поделиться в социальных сетях. В разделе Tutorial достаточно много обучающего видео. Также за обновлениями проекта можно следить в официальном блоге Animatron. Итак, чтобы создать новую анимацию, нужно справа сверху нажать на желтую кнопку Create, после чего загрузится редактор. В центре это рабочая область. Слева инструменты, снизу временная шкала, а справа библиотека используемых графики и элементов. Можно с легкостью изменить цвет рабочей области, а также зациклить будущую анимацию, поставив галочку на луп, тогда анимация будет воспроизводиться постоянно. Можно поменять размер рабочей области, ведь именно такого размера будет будущая анимация. Теперь я введу название для своего будущего проекта и посмотрю, что расположено в меню. Здесь можно дублировать проект, опубликовать проект, скачать HTML5 код, а также удалить проект. Нажав на кнопку Publish над правой зоной библиотеки, я могу получить ссылку на свою анимацию, а также код для вставки на свой сайт. К сожалению, каждый раз, когда вы вносите изменения в свой проект, необходимо получать новый код, иначе изменения отображаться не будут. Если нажать на шестеренку, то можно перейти к настройкам публикации и сохранить свою анимацию не только как HTML5, но и как видео или анимированную GIF-картинку. В правую область библиотеки можно загружать фото, видео и звуковые файлы со своего компьютера, а также объединять их в сцены при более сложном проекте. Левее, рядом с переключением тумблера, анимейт и дизайн, можно включить отображение сетки на рабочей области. Возможность аниматрон я покажу на самом простом примере создания анимации из одного элемента. Более сложная анимация в любом случае основывается на простых действиях, о которых я сейчас и расскажу. Для начала необходимо переключить тумблер около зоны библиотеки в дизайн, отображается синим. Теперь я создам элемент, который будет двигаться. Для примера я создам круг. Размеры можно изменить сверху в области настройок, введя точное значение в пикселях. Цвет элемента с легкостью можно изменить на любой другой. Также можно выделить край элемента другим цветом, а также изменить значение прозрачности элемента. Следующая возможность это отображение тени элемента, цвет которого можно также выбрать. Для того, чтобы отобразить нарисованный элемент именно по центру рабочей области, рядом с зоной библиотеки есть кнопки настройки выравнивания элементов. После того, как вы закончили создавать элемент, можно перейти к его анимации. Для этого нужно переключить тумблер на анимацию. Отображается желтым. Теперь основная работа будет с временной шкалой. Принцип создания анимации очень прост. Каждому временному значению будет соответствовать свое положение размерами элемента в рабочей области. Таким образом, выстраивая траекторию движения, при проигрывании мы получим движущийся объект. Для примера я беру шаг в полсекунды и в каждой точке помещаю созданный элемент в нужное место. При этом я могу трансформировать элемент, уменьшая или увеличивая его, или изменяя форму. После чего я хочу сделать так, чтобы элемент плавно пропал, то есть постепенно уменьшая значение opacity, непрозрачность, до нуля. Именно так и выглядит самая простая анимация. Важно отметить, что аниматрон включает множество инструментов работы с объектами. Можно создавать элементы любой формы. Также есть набор кистей и возможность работы с текстом. В любом случае, левая панель очень похожа на всем привычный упрощенный Photoshop. Теперь, когда я закончил работать с анимацией, я нажимаю на паблиш и получаю общедоступную ссылку и код для вставки на свой сайт. Переходя по ссылке, можно посмотреть анимацию, а также поделиться ею в соцсетях. Для того, чтобы анимация была зациклена, нужно поставить галочку Loop. Теперь я сохраню анимацию как GIF-картинку, которая открывается по прямой ссылке, и я могу скачать ее на свой компьютер или опять же вставить на свой сайт. Для того, чтобы сохранить анимацию как видео, необходимо иметь платные аккаунты. Переходя в свой профайл, я вижу список моих анимаций. Таким образом, Аниматрон — это очень функциональный онлайн-сервис для создания анимации с возможностью получить код для вставки на свой сайт, а также скачать результат как анимированную GIF-картинку или непосредственно полноценный код, если вы являетесь разработчиком. Также важно, что ваша анимация будет правильно отображаться на мобильных устройствах, поэтому потенциал использования Аниматрон практически безграничен. Субтитры создавал DimaTorzok